Всем привет! Сегодня предлагаю вам рецепт пирожных рождественские елки. С ними конечно немного придется повозиться, но в результате вы получите оригинальное лакомство к новогоднему или рождественскому столу. В самом начале надо сделать формы для будущих елок. Для этого мне понадобится обыкновенная бумага для выпечки, ножницы, карандаш и тарелка. У меня тарелка диаметром 17 сантиметров. Вырезаю круг, складываю его пополам, потом еще раз пополам и разрезаю этот круг до середины. Потом скручиваю его вот в такую воронку и два кончика скрепляю скрепкой. Все, форма для будущей елки готова. Да, хочу сказать, чем больше круг, тем больше у вас будут будущие елочки. Так что решайте сами и выбирайте размер тот, который вам понравится. Теперь приготовлю тесто. Это рецепт обыкновенных хексов. Можно сделать просто бисквит. Беру яйца. Одно яйцо разъединяю на желток и белок. Второе целиком. Белок отставлю, он мне еще потом понадобится. Теперь яйца взбиваю вместе с солью. Количество ингредиентов, как всегда, будет в описании под видео. Дальше идет сахар. Тоже все хорошенько взбиваю обыкновенным венчиком. Масло сливочное. Оно, как видите, уже хорошенько подтаявшее такое. Дальше сода. Можно взять разрыхлитель. Сметана. Ванилин. И мука. Я люблю тесто для кексов за то, что оно очень просто замешивается. Не пользуюсь никогда никакими миксерами, не взбивателями. Все очень просто и легко. Вот такое тесто получается. Теперь осталось заполнить формы. Ну и в середину тесто я положу кусочек шоколада. Духовка разогрета до 200 градусов. Тесто в формах. Отправляю его туда на 30-35 минут. После того, как кексы испеклись и остыли, продолжаю с ним работать дальше. Освобождаю их от формы. Это, как видите, обыкновенная фарфоровая кружка у меня. И снимаю бумагу. Ёлка совсем не хочет стоять, поэтому все лишнее надо срезать. Готово. Осталось ёлочки украсить. Для этого мне понадобится сначала белый шоколад. Ломаю его и режу на мелкую стружку. Чтобы растопить белый шоколад, тоже надо знать несколько секретов. Во-первых, его надо мелко нарезать или натереть на крупную терку. И обязательно топить вот в такой фарфоровой или эмалированной посуде и на небольшом огне. В горячий шоколад добавляю немножко сливочного масла и пищевой краситель. Да, если вы не найдете пищевой краситель, его не обязательно добавлять. Потому что в результате, потом вы увидите, он не очень-то и виден. Но я всё нашла, поэтому добавила. Теперь растопленный шоколад намазываю на ёлку. Вот она уже зелёная, красивая. Её надо украсить игрушками. Роль игрушек у меня сыграет грецкий орех и обыкновенная посыпка. И вот она нарядная готова. В процессе у меня застыл шоколад, но это можно исправить при помощи горячего молока. Просто добавить, размешать и глазурь опять готова. Можно с ней работать дальше. Вот видите, с какой лёгкостью она намазывается. Почти готовы рождественские ёлки. Посмотрите, какие они нарядные и красивые. У меня оставался белок, его надо взбить и надеть на ёлочки снежные шапки. Вот такие рождественские ёлки могут украсить наш праздничный стол. И в конце этого видео хочу пожелать вам, друзья, пусть самое заветное ваше желание сбудутся в этом году. Пусть эта зима будет сказочно прекрасна. Пусть она будет пахнуть шоколадом и свежей выпечкой. Пусть ваши вечера греются тёплым пледом, чашкой чая, увлекательными фильмами, книгами и приятными встречами. Всего-всего вам хорошего и доброго! Ну а с вами, как всегда, была Виктория. До скорых встреч!